Акцент на опережающее профессиональное обучение и стажировку работников. Регионам в соответствии с планом правительства необходимо разработать свои программы занятости населения. Новые возможности в профессиональной подготовке. Благодаря подарку компании «Башнефт-Полюс» Немецкое профтехучилище сможет готовить водителей категории А2. Человек труда. Телеканал «Север» представляет новый проект о тружениках округа. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Начнем с темы «Зимника». Сегодня туда прибыла рабочая комиссия из Наринмара. Представители прокуратуры, МЧС, профильного департамента, дорожной дирекции проверяют, как выполняются работы по содержанию «Зимника». Напомню, с 27 января трасса остается закрытой для всех видов транспортных средств. Утром в пятницу подрядчик планировал пустить колонну машин, которая собралась у поселка Харьягинский. Однако очередь из 30 автомобилей и Камазов так и не сдвинулась с места. Рабочая комиссия, прибывшая на КПП, проводит работу с водителями и пассажирами. Если кому-то необходимо в экстренном порядке оказать помощь или организовать доставку в город Наринмар, все у кого, особенно женщины, дети, для этого готовы силы и средства. Территориальные подсистемы – это в количестве 48 человек и 36 единиц техники. В том числе от МЧС – 14 человек и 6 единиц техники. В оперативном порядке эти вопросы решаются. В поселке Харьягинский есть все необходимое для жизнеобеспечения. Кафе, заправочная станция, гостиничный комплекс. Когда автомобилистам дадут зеленый цвет, будет известно после общения с подрядчиком компании «Транзит». Напомню, актуальную информацию о состоянии зимника можно узнать по номерам телефонов 112 и 8 911 650 4040. Сейчас зимник Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Правительством России разработан проект постановления о реализации в 2016 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Регионам будут распределены и предоставлены субсидии из федерального бюджета. Общий объем средств на эти цели составит около 5 миллиардов рублей. Распределение средств по субъектам будет производиться в порядке отбора разработанных регионами программ на 2016 год, уточнили в профильном ведомстве. По данным Министерства труда и социальной защиты, в январе 2016 года уровень регистрируемой безработицы в России увеличился. По прогнозу, безработица в стране может вырасти до 6%. Это более 1 миллиона человек. Регионам необходимо сделать акцент на опережающем профессиональном обучении и стажировке работников организации, уволенных или находящихся под риском увольнения, а также поддерживать безработных при создании собственного дела. Также рекомендовано организовывать временную занятость работников, находящихся под риском увольнения, способствовать созданию рабочих мест в монопрофильных населенных пунктах, возмещать работодателям затраты, связанные с трудоустройством, сопровождением и адаптацией инвалидов на рабочем месте. Необходимо поддерживать работодателей, реализующих в организациях программы повышения производительности труда, развитие персонала, инновационные проекты, в том числе направленные на импортозамещение. Новые возможности для обучения в Ненецком профессиональном училище появились благодаря нефтяной компании. «Башнефтьполюс» передала в училище новенький трекол. Техника значительно расширит возможности для обучающихся и водителей. Они смогут получить права категории А2, не выезжая за пределы региона, как это было ранее. Этого момента ждали не один год. И вот он, торжественный миг. В автопарке профучилища пополнение. Одним из первых, кто смог оценить возможности новой техники, стал преподаватель училища Анатолий Шняков. Возможности у него по проходимости большие. То есть она может идти в снежную сирену, по бездорожью. Будем готовить кадры для вывождения такой машины категории А2. Чтобы они могли работать в тундре, на бездорожье. Где нет дорог, чтобы могли проехать, доехать до всех сел, деревень. Новый трекол передан в рамках соглашения Ненецкому профессиональному училищу от компании «Башнефтьполюс». Покупка происходила в рамках договора, который был подписан между компанией «Башнефтьполюс» и округом, который у нас подписывается ежегодно. И в марте месяце набор НДН мы подпишем очередной, на 2016 год. Поэтому программа, которая есть, мы ее подписываем и разрабатываем совместно с зубернатором Игорем Викторовичем Кошиным. Все вот эти мероприятия, которые идут согласно той программе, которую мы вырабатываем совместно с округом. Специальность водителя трекола в нашем регионе востребована. Именно на этой машине во многие населенные пункты доставляются продукты питания. На этом же виде техники проходит перевозка пассажиров зимой по близлежащим селам Припечорья. Также треколы используют на месторождениях и при строительстве. Ведь он даёт возможность зимой проехать там, где нет дороги, а летом не повредить ранимую тундровую природу. Новая техника даёт и новые возможности для обучения. Группа трактористов, которая у нас сейчас на первом курсе, она получит дополнительную категорию А2 по окончанию нашего училища. У них в дипломе будет открыта ещё одна категория, которая востребована и на рынке труда. Получить категорию А2 смогут и другие водители, желающие пройти курсы переподготовки. Теперь это можно будет делать, не выезжая за пределы города. Ведь ранее получить новую категорию можно было только в других регионах. Например, в республике Коми. Алена Валей, Леонид Шишевов, Телеканал Север. Телеканал Север начинает новый проект «Человек труда». В его рамках мы будем рассказывать о людях самых разных профессий, скромных тружениках, чьими усилиями создается экономическая основа нашего края. Сегодня мой коллега Андрей Чуклин расскажет вам о «Человеке труда» Маргарите Рычковой, которая не один десяток лет трудится на животноводческом комплексе Наринмара. В России всегда уважали и ценили человека труда, профессионала, мастера своего дела. И неважно, в какой отрасли хозяйства он добивается хороших результатов. Главное – добросовестное отношение к делу и самоотдача. И недаром в Советском Союзе, и теперь в Российской Федерации существуют почётные звания «Герой труда» и «Ветеран труда». Без малого 30 лет работает дояркой ветеран труда НАО Маргарита Рычкова. Свой трудовой путь она начинала ещё на ферме деревни Макарова, где работала её мама. В настоящее время место её работы – животноводческий комплекс агропрома. И хотя процесс дойки коров теперь автоматизирован, забот у доярки много. Рабочий день тружеников фермы начинается с 5 часов утра, а заканчивается в 8 вечера. И даже то, что работа идёт в две смены, для так называемых перекуров времени практически не остаётся. Ведь под началом одной доярки более 50 коров. И к каждой надо найти индивидуальный подход. Конечно, у каждой свой характер. Есть и ласковые коровы, есть где и лягнуть может. К животным надо подход иметь. Надо у нас сколько тут людей приходило, поработают маленько, уходят, потому что не могут работать. Это не их. Тут тоже уже надо любовь к животным. Что если уж так, так оно. Лучше не работать. А работать на совесть – это делать то, что положено, не обращая внимания. На постоянный специфический запах фермы. Не на тяжёлый физический труд. Не на совсем комфортные условия. И Маргарита Сергеевна любит своё дело, своих подопечных. Знает их по именам и что можно ожидать от каждой. Это лежащие. Ну вот это сентом у нас стоит. Доит очень хорошо. Птица тоже доит хорошо, корова. Тут кортия стоит, вот эти все они, удойные коровы. Это у нас молодые, только первотёлки отелились. Шуговка. Стоят только вот первые шуговки. Видите, удой коровы тут записанный. Вот она вот со вторым отелом выделила 5,855. По твёрдому убеждению Маргариты Сергеевны, нельзя приходить на работу с плохим настроением. Ибо коровы хорошо чувствуют твоё состояние и, соответственно, реагируют на всё. И только от взаимопонимания человека и животного зависит, каков будет окончательный результат в виде молочного продукта на столе северян. А он должен быть качественным. И ветеран труда Маргарита Рычкова отлично это понимает. Андрей Чуклин, Роман Делимарский, Телеканал Север. Новая прописка. Дом детского творчества обрёл новый дом. Теперь рисовать, танцевать, петь и творить дети будут с комфортом. Любовь Пермякова побывала в Новосёлов. Состояние дел в окружном здравоохранении. Депутаты окружного парламента попытались разобраться в тонкостях оказания медпомощи в регионе. Состояние дел в Ненецкой окружной больнице обсудили депутаты окружного парламента. Согласно представленной информации, в работе учреждения имеется ряд проблем, которые не позволяют обеспечить на должном уровне доступность и качество медицинской помощи населению округа. В числе озвученных проблем – низкая доступность и качество медицинской помощи. Большой процент жителей округа, направляемых на лечение за пределы НАО. В прошлом году на лечение в другие клиники было направлено 2300 человек. Из них 300 человек получили высокотехнологичную помощь, остальные – специализированную медпомощь, которую, по сути, можно было бы получить и в округе. Нам целесообразнее было бы, наоборот, приближать эту специализированную и высокотехнологичную помощь к нашим потребителям. И по этому вопросу уже начаты переговоры и с Санкт-Петербургским государственным университетом, и с Северным университетом в Архангельске, когда специалисты смогут к нам приезжать и оказывать высокотехнологичную помощь здесь у нас. Но здесь нужно будет провести системные анализы, адекватно спланировать работу узких специалистов, которые есть у нас, это речь идет о врачи-онкологи, врачи-травматологи, ортопедии и так далее. Среди проблем, которые на сегодняшний день существуют в здравоохранении Ненецкого округа, стоит отметить и позднюю диагностику заболеваний. Чтобы предотвратить серьезные недуги, в регионе проводится диспансеризация, но и она не помогает справиться с неутешительной статистикой по серьезным заболеваниям. У нас охват получился граждан вместо 90 процентов всего 60. То есть мы, получается, не выявили клинические заболевания. А по онкозаболеваниям, с учетом необходимости, возможности лечения онкозаболеваний в первой и второй стадии, также есть норматива, где указано, что мы должны при вот этих осмотрах нацелить первичное звено участкового врачей, нацелить всех врачей по онкозаболеванию, чтобы выявлять эти заболевания, в том числе и в рамках профессиональных профосмотров, с целью того, чтобы граждане могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь. В ходе совещания остановились и на вопросе реструктуризации, которая, по словам заместителя губернатора, руководителя департамента здравоохранения Нинель Семяшкиной, проходит в медицинском учреждении в соответствии с оптимизацией окружных расходов и нововведениями в федеральном законодательстве. При этом руководитель департамента отметила, что при проведении кадровых изменений сокращение персонала больницы не производится. По итогам заседания комиссии депутаты рекомендовали департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения усилить информационно-разъяснительную работу с коллективом окружной больницы о планируемых и проводимых изменениях, в том числе в кадровых, экономических, организационных направлениях с целью предупреждения возникновения конфликтной ситуации. Реорганизация образовательных организаций Нинецкого округа вступила в завершающую стадию. По информации профильного департамента, учреждения уже зарегистрировали свои уставы и сейчас готовят документы для переоформления лицензий на образовательную деятельность. Первые переоформленные лицензии получили детский сад «Сказка» и две школы на Ринмуаре. Это первая и третья. Переоформить лицензии все учреждения, перешедшие в подведомственность округа, должны до 1 января 2017 года. Предполагается, что процесс завершится гораздо ранее. Учреждения активно работают в этом направлении и, возможно, получат документы уже до конца февраля, пояснили в ведомстве. Напомню, с 1 января 2016 года полномочия по организации предоставления образования, в том числе и дополнительного, на всей территории региона осуществляют органы власти Нинецкого округа. 20 образовательных организаций были переведены из муниципальных в статус государственных учреждений. Благодаря проходящей реорганизации в Наринмаре стало на одну общеобразовательную школу больше. Нинецкая школа-интернат имени Антона Пырерки сменила правовой статус. Теперь учреждения обучают детей из населенных пунктов округа и города. Первый набор городских первоклашек прошел в начале учебного года. На занятия к логопеду Лера приходит несколько раз в неделю. Чтобы исправить речевые дефекты, заниматься нужно регулярно. Благо, уроки проходят прямо в школе, куда Лера поступила в первый класс. Достаточно спуститься со второго этажа на первый. У нас был выбор либо в четвертую, либо в школе интерната. Но мы посоветовались. Просто тут более работа психолога, логопеда, дефектолога. Более подход, вернее, более такой и индивидуальный, и группами работают. Спустя полгода обучения родитель не пожалел о своем выборе. Класс, в который попала Лера, с коррекционным уклоном. Помимо основной программы, дети осваивают дополнительную. Это индивидуальные занятия развивающей и предметной направленности. В школе имени Антона П. Рерки для этого созданы все условия. Работаю я уже, например, на протяжении 25 лет в этой школе. Этот класс у нас впервые. Мы вот работаем с ними, значит, участвуем в разных соревнованиях, конкурсах. Осенью мы участвовали в играх по экологической игре «Покорми птиц». И было у нас ориентирование. Первый раз такое ориентирование полезет. В 2015 году школа потеряла приставку «Интернат». Теперь в ней обучаются дети из окружных сёл и города. Детей-сирот закрепили за детским домом. По нормативам школа способна обучать 250 человек, а выходит всего 134. Работа на полную мощность разгрузит четвёртую и третью школы. Ежегодно они испытывают перегрузку по первоклассникам. В 2016 году Ненецкая школа-интернат откроет сразу два первых класса на 29 человек. Подать документы могут все семьи, проживающие вблизи школы. Полный список улиц указан на сайте учреждения. В соответствии с ФКОС все классы оборудованы. В каждом классе имеется интерактивный комплекс. У нас начальная школа дополнительно оборудована передвижным мобильным компьютерным классом. В школу приходит тоже опытный педагог. Приходит, будет набирать первый класс. Я так думаю, что ещё одного учителя мы подберём обязательно. И если что касается среднего и старшего звена, педагогический коллектив у нас опытный. Работают учителя давно. В школе есть столовая на 80 мест, спортивный зал, медицинский кабинет. В планах построить мини-стадион. Спальные корпуса перешли в отдельное структурное подразделение. Они будут выполнять роль общежитий для сельских учеников и студии для городского дома детского творчества. Словом, к новому статусу школа готова. Школа имени Пырерки в связи с реорганизацией получила новые возможности. Теперь в своих стенах она смогла принять и дом детского творчества. Он переехал в одно из пустующих спальных помещений. Теперь талантливые дети будут заниматься в светлых и просторных кабинетах. А для воспитанников школы имени Пырерки новое соседство даст возможность для творческого развития. Кроме того, переезд учреждения позволил сэкономить порядка 25 миллионов рублей окружного бюджета. Творить более чем 800 ребятишек будут на третьем этаже в одном из корпусов Неницкой школы имени Антона Пырерки в отремонтированных и приспособленных для занятий кабинетах. В чем плюс? То, что на третьем этаже у них будет отдельный вход. Они даже не будут заходить по тому входу, где заходят ребята. У них есть отдельный вход с улицы. Отдельный. Он называется пожарный. Но он, в принципе, оборудован. Там невысокая лестница. И они поднимаются на третий этаж, вообще не заходя в здание интерната, поднимаются на третий этаж. Там площадь огромная, помещение. Там раньше находилась начальная школа. Там пять огромных классов 40 квадратных метров, 40-45 квадратных метров. Четыре кабинета по 26 квадратных метров. И еще несколько кабинетов 16 квадратных метров. Также сотрудники интерната предоставят актовый спортивный зал для проведения концертов и других мероприятий. Это лучший. На данный момент это был лучший вариант, так как нас не очень бы устроило, если бы мы были разбросаны по всему городу. Это вторая смена в школах. Мы бы тогда потеряли детей. Второй сменой у нас есть, кто занимается. Да, утренние дети бы не смогли. У нас очень много имущества. А здесь нам предоставили подвальные помещения под наше имущество. Мы уже подумали, что для летней площадки это тоже очень удобно, так как нам предоставят столовую в наше распоряжение. Да, здесь не будет детей, которые сейчас в интернате проезжают, но на лето разъезжаются. И здесь у нас будет своя спортплощадка на улице, своя территория. Максимальную поддержку при обустройстве новоселом оказали и сами хозяева помещения. Ведь многие воспитанники занимаются в Доме детского творчества. Мы с удовольствием ходим и будем продолжать ходить. Нас это не пугает. В общем, здесь дети, обычные дети, как и наши. Это же не какое-то учреждение закрытого типа, типа исправительной колонии. Тут нормальные дети. Мы заходили в интернат. Я видела этих детей спокойные все, приветливые. Так что нам нечего бояться. Мы все понимаем, что это временные трудности. Нужно просто войти в положение, ничего страшного здесь нет. Я обошла здесь здание, мне тоже понравилось, нормальное здание. Условия будут созданы, естественно, сейчас они еще здесь только переехали. Я думаю, что все будет хорошо. Процесс творчества возобновится 9 февраля по прежнему расписанию. А в середине месяца новоселы пригласят всех на День открытых дверей. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И это были все новости сегодняшнего дня. Посмотреть новости вы также можете и на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова